друзья всем привет серферы бездельки девианты приветствую на моем канале и сразу перейду к главному к делу трюхина которая вчера очередной раз полыхнула и начала рвать что называется информационное пространство ткач выложил фильм который там рассказывает о том как разворачивалась вся эта коллектив с народным депутатом который попал в дтп который потом попытался значит отмазаться и на полгода все затихло и вот эта вся ситуация она просто является квинтэссенцией многих процессов которые происходят наши государстве потому что но это классический случай тупой еще тупее вот когда одно тупое решение облечет за собой следующие следующие как бы тупые решения только уже тех лиц которые включаются в в этот процесс и как следствие ситуация которая не стоит там выделого яйца превращаются в слежный ком который много чего иллюстрирует таки стрюхиным получилось то есть если бы он вот просто ничего не делал и просто пошел по процедуре там сидел он за рулем там пьяный там еще какой-то но произошло это дтп слава богу что ли кто не погиб и ну соответственно статья была бы там меньше то есть пошел бы по процедуре там в суде пока бы рассмотрели там бы повисли какие-то обстоятельства вот и я на сто процентов уверен что с ним вообще ничего не произошло но поскольку это рыбки гупи которые мыслят очень короткими очень короткими такими носителями и конструкциями но при этом рыбки губки с пираньями зубами потому что они все как бы стараются подхватить и подгрызть к чему добираются то в результате ситуация получилась вот такая трюхил вошел в эту ситуацию попытался подкупить значит этого следователя потом дело придержали хотя в конце августа полиция передала в дбр значит соответствующие документы и дбр вот полгода летом чего-то ждали тогда то есть если бы они расследовали это как требует того там закон то по всей видимости а либо там задали какие-то уточняющиеся вопросы если бы они у них появились заставили бы полицию там дать какие-то дополнительные материалы ну короче говоря если бы вот все изначально шло по процедуре что случилось с этим бы чуваком что с правоохранительными органами то в принципе об этой ситуации никто не вспомнил но мы понимаем что по всей видимости это личный косяк владимир александровича зеленского поскольку если дело остановили остановили на самом высшем уровне потому что трюхин этот это свой чувак который ну как говорят там сми я честно говоря улик это не видел и вообще до этого скандала в общем-то как-то особо даже ли интересовался его работой вот но теперь появилась там куча всякой информации и очевидно что если бы зеленский вот распространял на свое ближайшее окружение подход когда все несут ответственность за равноценно за то что нарушают то вот этой бы ситуации не было а так когда получается что друзьям значит хорошие отношения а врагам с врагами по закону то стоит ли удивляться что враги выждали момент когда можно нанести этот удар и и нанесли его и очень показательно что это произошло в контексте вчерашних обысков в металл вести куда зашли там следователи и металл въезд ахметовски обвеляют ли уплате налогов что-то там на 18 миллиардов гривен вот параллельно там по разумкову пошли опять наезды начали глобить значит кошельки или там депутатов которые связаны с разумкова приходят с какими-то обысками и так далее так далее то есть у зеленского решили возобновить вот это вот наступление на своих ополеентов по каким-то причинам я не знаю может быть зеленский расслабился решил что путин уже отступил и поэтому можно дальше пытаться консолидировать власть вот но как я уже сказал поскольку у тебя слишком много врагов когда у тебя слишком много врагов когда система правоохранительная она не отстроена и она просто дырявая вот то происходит вот то что произошло и она не могло произойти по-другому потому что в политической тусовке в киеве ну говорили сразу что есть видео которое вот которая всплывет и она не может ли всплыть и соответственно на что надеялся и этот трюхин и офис президента который я так подозреваю сделал соответствующие шаги для того чтобы прикрыть эту тему ну честно говоря мне сложно полять говорят что трюхин ну его там называют этим дележным кошельком через которые шли соответствующие расчеты по поддержке политической инфраструктуры слух народа и то что его с этим кэшом задержали там где 150 тысяч у него было в сутки это еще ставят доплатил и вопросы которые сергей мастерченко сейчас на хвыле стоит статья его если бы полностью солидарином абсолютно правильно задают вопросы почему гейтманцев которые с утра до вечера нам и рассказывают о фискализации и что мы должны там с утра до вечера платить налоги быть ответственными перед государством потому что бабушки там какие-то страдают вот а мы им там не доплачиваем и поэтому должны 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 фискализация повышение налогообложения вот повышение ответственности ну а вот эти черти ездят с сумками там по 150 по поезда по 200 по 300 по миллиону баксов как бы которые там не поля то что не поля то откуда не учтены и так далее и естественно это будет бить по рейтингу зеленского естественно бьет и ничем хорошим это не заканчивается потому что ну я на сто процентов уверен что это это дело она из таких дел которые вот вспыхнули и затихли через три дня они забывают потому что появляются какие-то другие дела какой-то очередной обыск какой-то очередной косяк вот но совокупно это все от вся та капелька по капельке которые однако мной и они создают вот тот токсичный фон который привел к тому что у зеленского рейтинг уже там снизился еще больше конкуренты приблизились еще ближе ну и в общем то на фоне сложных экономических проблем в том числе с давлением россии но и с откровенными просчетами вырисовывается достаточно ну как бы не очень хорошая перспектива хотя на самом деле я считаю что это дело трюхина зеленский мог бы использовать для того чтобы показательно выпороть этого черта показательно наказать дбр она ложи как бегает когда нужно то они там уже через день показывается тут вот сейчас если есть это видео если есть другие там свидетельские показания то есть ну все вперед как бы цигель цигеля люлю покажи проводите показательный процесс зеленский может спокойно выходить на пресс-конференцию говорить смотрите да типа есть косяк вот мы этот косяк сейчас исправляем мы отмежевываемся таких ребят и движемся дальше и этот хороший был бы сигнал который бы восприняли многие люди в стране и посерьезнее бы начали воспринимать и зеленского его власть и самое главное он бы тогда получил карт-бланш на то чтобы наказывать старую элиту сажать там кого нужно сажать и так далее так далее так далее а вместо этого вот такое тупое беспощадное абсолютно бессмысленное но в то же время симптоматичное шоу которое наблюдает вся страна вот такие дела подписывайтесь на мои каналы в подводочках ссылки на мои аккаунты в тик токе в твиттере в фейсбуке донать и если хотите там да но помните что он мы живем веселой стране веселое время поэтому не надо терять бодрости духа и наши интерпретации происходящего это в нашей голове и поэтому если вам кажется что все пропало то это только потому что в вашей голове все пропало пока